здравствуйте друзья сегодняшнюю программу мы решили посвятить новому госту о светофорах и знаках так его обзовем там николай николаевич скажет более точное определение который действует у нас 1 апреля 2020 года то есть мы уже почти год живем 80 почти год живем по новым правилам а ничего о них как выясняется не знаем потому что не в сми не на просторах интернета информации об этом гости не так уж и много то есть никто в него особо не вникал так как в ник николай николаевич до пришлось тем не менее там есть много чего интересного и об этом мы сегодня с вам постараемся рассказать добрый день действительно уже восемь месяцев живем с новым гостом ну с одной стороны может быть уже все и интернет пространство и сми наши прониклись знаменитым выражением нашего судейства судейского сообщества да и гаичники любят часто повторять для водителей что госты пишутся не для вас не для нас не для водителей не для людей у вас настольная книжка пдд ваш закон пдд все а госты не лезьте туда они для вас пишутся ну отчасти слова справедливые конечно но только отчасти поэтому вот сейчас я остановлюсь на неком моментов этого госта а он интересно вообще и хронологию давайте восстановим так значит гост этот у нас сейчас называется r52 289 от 2019 года но введен в 10 действительно с 1 апреля 20 вылеживалась как положено любой серьезной бумаги он введен взамен того по которому последние вот 15 лет жили он номер такой же только было 2004 года и название то же самое технические средства организации дорожного движения правила применения технические средства тсо дд если сокращенно что такое ну уж все тоже знаете знаки светофоры разметка барьерное ограждение но очень пищу муж там есть еще клуб покопаться а мне конечно я люблю исторические экскурсы делать сразу вспомнился мой родной гост он тогда имела цифры другие он будет всесоюзной 23 457 86 года вот это год с которым я работал свое время но вот вот такая толщина книги вот не упущу возможность похвалить смену изузину вот просто наизусть любой знак как применяется с кем применять какой компоновки ну там каждый работаешь он ты мне тоже наизусть учишь от ее изнутри понимаешь что это за документ вот это был восемь шестой год и сейчас принципе то ну больше половины все равно осталось текста восемь шестого года даже вот в современном гости но там бывает одну строку изменит а это серьезно влияет уже и на окончательную ситуацию дорожную ситуацию в стране еще мне понравилось в сравнении четвертый пункт этого стандарта стандарт полностью соответствует требованиям конвенции о дорожных знаках и сигналах вена 68 год и европейское соглашение дополняющие эту конвенцию жене восемьдесят первый год с учетом поправок 95 года эта формулировка пункта гост от 2004 года в девятнадцатом году этот пункт абсолютно тот же самый не изменена ни одна цифра не один год соответствует так вот сразу мне это вопрос а если 2004 год уже соответствовал полностью изменения их нет чуть гост был меня непонятно ну ладно но тебя слишком затошно читая камеры фотофиксации входят в технические средства конечно же нас это дорожный знак и там много интерес камера сейчас дай замок они не кроме я прознал фотофиксации мы сейчас про знаки будем говорить на камера другой гост так ну и вот с чего я начал действительно азбука водитель это правило дорожного движения и вот в правил дорожного движения изменения пока не внесены никакие если откроете пдд там написано мы должны их знать пдд соблюдать требования дорожных знаков светофоров разметки а в приложении к пдд написано что в знаке разметки и светофоры должны соответственно требования госта 2004 ну ладно с одной стороны можно и даже и хорошо потому что но это вы знаете как я отношусь к изменениям в пдд новую книжку да но это не миновать любой сейчас следующий измене как будет следующая редакция конечно все эти изменения перекочуя туда в новое а почему я скептически отношусь к этой фразе то что этого гост это не ваше дело да вы пдд соблюдаете а мне ж так и и лезет и я тут всех учу и гост посмотрит что понятие надо иметь а какие знаки устанавливаются а ким аки светофор должен быть а не должно быть когда понимаешь и на дороге легче ездить ты тем более никаких противоречий вообще здесь быть не должно потому что у нас на заграничном уровне вот закон о безопасности движения гласит что соответствие состояния дорог техническим регламентом и других и другим нормативным документам относящимся к безопасности движения удостоверяется актами контрольных осмотров либо обследования дорог проводимых с участием соответствующих органов это статья 12 я лет 10 пытаюсь найти хоть один это так и пока нигде он не засветился кто-нибудь следит за соблюдением стандартов у нас вообще на дорогах или нет гостандартам молодец чуть переписывать что старается изменить а на деле ты чё другая еще статья интересно вернее даже другой пункт этой статьи обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог установленным техническим регламентом по вас пусть не пугает слова технические регламенты это одно и то же что его сара стандарта просто пока не поменяли возлагается на лица осуществлять осуществляющие содержание автомобиль дорог вот поэтому вот сразу вот тут уже как-то дамоклов меч в сторону наша администрация поворачивается в городе воронеж за все дороги отвечает у нас мэрия профильное управление там да ответственность за несоблюдение у нас тоже есть статья 1234 пресловутые там есть и должностные лица в общем должны содержать как положено и мы на это собственно надеемся я считаю иначе быть не должно но практика показывает что пока до идеала далеко ну давайте остановимся на конкретных изменений вы поймете что водитель неплохо знать конечно и такие тонкости давайте ну впервые прозвучала фраза на том что требование стандарта теперь распространяется и на прилегающие территории это огромный пласт что у нас является прилегающим ну начиная с азс парковками стоянками в общем любая территория где нет сквозного проезда из которой вы потом попадаете на общедоступную уличную дорожную сеть так вот про под этом ссылка то есть что пдд распространяют свои действия вот не распространял получалось я правовая это устранили этого особо на нас не влияет у нас довольно часто знаки устанавливают она где-то на вот на парковках например возле торговых центров и прилегающих да как править теперь там должны быть знаки по госту да до этого можно было что угодно там абсолютно верно небольшую поблажку сделали здесь ну в основном конечно гост он направлен на то чтобы это облегчить ответственность тех людей за это отвечает но общепринятый норматив его на все наизусть знают что любое техническое средство дорожный знак светофор любому водителю должен быть виден с расстояния не менее 100 метров теперь значит ввели что а если на данном участке скорость ограничена до 40 км в час то можно и видимость до 50 метров сохранить что это значит на деле ну на деле что теперь деревья прореживать можно пореже 40 метров видно видно а со скорость ограничили 40 км в час всего значит мы можем попали и не так ярко его высвечивать вот интересная норма не допускается размещать на знаках путепроводах надземных пешок на переходах наружную рекламу раньше была формировочка нельзя размещать плакаты и транспаранты а это как вы сами понимаете не пойми что а теперь конкретно наружная реклама ну надо сказать она вся облеплена и частенько мешает я вижу на восприятию технического что критично это все да не но мы ко всему привыкли имени меня вот частенько опять же на нас слишком также речь идет о еще раз о мостах до дорожные знаки путепроводы надземные пешководные переходы ну над ними всегда да там удобно вешать на трассах еще да возможно вот эти где-то по моему мое висит обращали внимание много я лично мне все это очень не нравится может то что знаешь а если не знаешь мне ничего мне вот связи висит светофор арендом реклама аптеки зеленым мергает тут светофор красный горит а яркость эта реклама забивает светофор когда водитель едет ему тут не пойми зачем следить все вот так вот шурум-бурум особенно вечером и у нас изюмить зелё снег или в дождь так что в этом есть глубокий смысл вот я опять же глубоко сомневаюсь что сейчас кто-то у нас хоть проявит какую-то принципиальность вот проходить будем знать как должно вот интерес сейчас немножко опять посмеемся я сначала так плавно подвожу пункт 44 временную разметку наносит и демаркирует в соответствии с гостом р 58-30-50 отсылка к другому госту раньше никаких отсылок не был просто по времену разметку наносит по окончании работ демаркировать все вот так теперь значит четко нас отправляет на гост ну не поленился залез думаю надо же знать все дело нашел этот гост он называется тоже техническое движение в местах производства работ у нас там гостандарт не стоит на месте не хуже госдумы принято работать термин определение пункта 19 демаркировка дорожной разметки термин такой в госте введено удаление дорожной разметки различными методами вот что находим на тропу знаете теперь вы знаете что это удаление дорожной разметки все ты просто не знал что ее окажется сразу после окончания работ ну я просто думал когда мэри говорит что когда погода позволит и вот дальше маркир и вот дальше по перекрестке дня я тут на искусстве я их тут могу башни труда потому что вот опять же это в прежней редакции госта было вот ваша позиция закончили работу уберите все лишнее а теперь закончили работу заканчивайте по госту новому нового зашли прочитали что такое демаркиру до прочитал а дальше 20 листов про то как чего убирать какие сроки да но про демаркирование больше слова такого нету гости то есть термин придумали и все а чё с ним делать никто не знает забыли ну вот так вот и живем зато пишем вас на гости вас нам поконяем так ближе к телу новый значок я появился маним говорили еще два года назад это в связи с вот этой как называемый вафельный размер все ждем когда у нас участок перекрестка уже изменили даже он был другим уже еще раз в гости его изменили саму формулировку и угну рису рисунок это треугольничка внутри ну ладно изменили изменили будем знать насчет того когда он появится вы правы еще кучу новых дорожных знаков появилась мы просто перечислю полоса для велосипедистов и насколько они актуальны для воронежа как красиво движение автобусов запрещено велосипедная зона а вот не менее не актуальной но с глубоким подсмыслом появились знаки зоны с ограничением экологического класса механических транспортных средств вот это вот уже на нас дамоклов меч законодательная база готова закон образовательного движения допускает знаки придумали сейчас в пдд вносят и завтра вам с московского проспекта подвесят знак с четвертым классом только с третьим сиди дома не езди в воронеж или плати деньги опасно так еще ближе к водителям подходим это все-таки пока мечты мечты изменился порядок перестановки автомобилей в местах вот ночной парковки так скажем это вот знаки знаете почетно по ничего когда запрещено раньше мы должны были перебазироваться с 7 до девяти вечера а теперь с 9 до полночи было два часа окошки три часа и ближе путь воронеж город куража ночная жизнь у нас чуть-чуть продвину за эти три часа и в эти три часа может сойти там и сам но не забывайте перестанавливаться вот но я не знаю какие там и среди научные проводили но изменение такое введено я его заметил и вам докладывать дальше придумали разметку диагональных пешеходов есть у нас такой есть такие правда разметки я ни разу не видим а перегрузки есть да это когда со всех сторон сразу зеленый пешеходом рядом с центральным рынком и до атмосферы у кинотеатра юность как правило такую схема на движение применяют на небольших перекрестках ну чтобы не застала где-то посередине перекрестка пешехода когда уже загорается зеленый водителем квадратик так вот теперь вот еще нам и по диагонали вот так вот прорисует разметку а вы думали почему нету размер потому что ее не было в гости а теперь она появилась конечно же она и сейчас мы все это дело в улице злеет так вот еще одно интересно а сначала еще по мелочам границы платных парковок теперь разрешено размечать синей краской глубоко чем белый не устраивал перси не будет может производство синей краски у нас выходит на про лоббировали красочный вот более серьезные вещи пошли это тут потрафили нашим платным парковщиком я так чувствую зона действие знаков 327 330 но это запрещающий остановку раньше да и сейчас различными способами могла быть ограничена ну как правило ставилась значок там стрелочка такие это знаки у нас там 822 823 считалось предпочитен то есть ставить нельзя вот и на этом час нельзя остановка запрещена на читаются знака с ног запрещена и в конце этого участка где нельзя ставиться еще один знак остановка запрещена и стрелочка вниз вы знали да вот это водитель все виде прекрасный показываю другой вариант обозначение было это когда просто один знак стоит 327 основ запрещена и на нем уже стрелочка стрелочка вvas указанием до там 50 метров Это уже сложнее, потому что нужно эти 50 метров чувствовать. Ты на 55 заехал, тебе приехали, штофовали. А есть еще знак, когда стрелочка и вниз, и вверх? Я вот это никогда не понимаю. А это нормальное явление. Это когда тебе между первым и последним знаком слишком длинно, то как бы тебе еще раз напоминают. Это, в принципе, добрая весть. Так вот, теперь... А, и еще один способ был. Это когда зону ограничили установкой знака. Это вот в Воронеже было сплошь и рядом. Установка знака 6-4, парковка. Ну, сейчас она в центре, везде платная, но не суть. 6-4, парковка. И вместе со знаком зона действия. Это вот когда горизонтальная табличка, по обеим сторонам стрелочка, и там расстояние 100 метров, допустим, 50 метров. То есть, в таком случае знак остановки запрещена, действовал от места установки, вот до этого знака, допустим, места парковки, с такой табличкой. Вот теперь эту табличку разрешили не ставить. Ну, сэкономить. Просто в масштабах города. Просто до знака. Ну, за знак стоит 6-4, все, понимай дальше, как есть. Ну, с одной стороны, вроде экономия. А с другой стороны, я помню еще в прошлом году замечания таких делал, что вы неправильно, собственно, ограничиваете. И было даже, у меня попало в руки переписка по этому вопросу. Вот вспомнил вчера буквально за подписью Петрина. Это у нас первый замглавы. Вицемер, да. Да, вот на такое обращение по этой проблеме, что по всему городу неправильно обозначена зона действия знаков. И вот он ответил, что он рабочей группой по рассмотрению схемы организации дорожного движения в местах платных городских парковок, включая в себя представителей ГАИ, Управления дорожного хозяйства, Главного архитектора, проектных организаций, ну, такая вот группа, собственно, бралась между собой. Принято решение об избыточности установки таблички 8.2.1 зона действия. Это было апрель прошлого года. То есть, когда это по ГОСТу еще, эта табличка была необходима, требует государственного стандарта, национального. А в Воронеже собирается рабочая группа и говорит, а мы решили, что это не надо. Аплодисменты. А если их никто, как мы выяснили, за это не штрафует, не наказывает? Почему бы не? Ну, кажется, ребята тоже немного опередили свое время, а теперь все-таки да, вот тут теперь я свои претензии снимаю. Разрешили, все, пользуемся. Так, дальше еще ближе, еще серьезнее. Знаки приоритета. Уступи дорогу, и проезд без остановки запрещен, 2425 они имеют, нумерацию. Должи дублироваться при двух и более полосах в данном направлении. Оценивайте это на выведение, на улице города. Любой перекресток, к которому вы подъезжаете по дороге, имеющей две и более, у нас миллион таких перекрестков. Знаки 24 должны быть не только с правой стороны, но и с левой. А если три полосы, то над каждой полосой? Нет, это другие знаки. Нет. Над полосой это знаки направления движения по полосам. Синенькие. Да, это правильно вы говорите. А приоритет должен ставиться и справа, и слева. Естественно, эта мера придумана, как говорится, написана кровью. Это, чтобы, если один, из-за автобуса, мало ли, ты что там не увидел. Бывает, и светофоры не работают. Это более актуально, когда светофор не работает, отключен. Водитель должен подъезжать, быть гарантированно извещен о приоритете на данном перекрестке. Если уж уступи, ты чтобы не было никаких разночтений, не было возможности не увидеть, и посчитать себя, ну, как минимум, там, на равнозначном перекрестке, да, то есть, скажут, о, так дару широкую, на руме главное. Ребята, поставьте и с левой стороны от греха еще такой же знак. Так вот, возвращаясь к началу беседы, 8 месяцев, вы правильно отметили? Я что-то не видел ни одного действа по укреплению безопасности на наших дорогах, зона ответственной мэрии. Вот это очень серьезное нововведение. И еще из этой же оперы знаки 3.20, обгон запрещен, дублируется на дорогах с одной полосой движения, то есть практически все. На любой дороге знак обгон запрещен, должен стоять не только справа, но и слева, в одном сечении дороги. Вот это называется дублирование. Дублирующие, это когда справа и слева, в одном сечении дороги. Вот это тоже очень жесткое, я считаю, правильное, справедливое, востребованное нововведение. Уже запрещаете, запрещаете так, чтобы ни один, ни одна муха не пролетела, не увидев вашего этого знака. Очень важно. Так, вот теперь дошли мы до таблички фотофиксации. Знак у нас 823. Здесь что следует отметить? Конечно, законодатель, законотворец, или гостотворец, как это назвать, но чувствуется, как душой болеет за госавтоинспекцию. Я, кстати, когда в МАДИ учился, вот курс рекции нам читали, попеременно там, гаичники, потом приходили с госстандарта. Ну, в принципе, это один круг. Одну проблему решаем, безопасность движения, все правильно, я сейчас немножко ерничаю, но значительно расширена перечень дорожных знаков, с которыми теперь будет применяться эта табличка фотофиксации. Ведь я как-то претензии предъявлял госинспекции и мэрии о том, что у нас ваханалия на улицах. У нас просто в столбу лепят ее, где не попали, эта фототабличка. Самое главное, что ее отдельно от знаков лепят. Так вот, это и есть, прямое нарушение. А новый госст по-прежнему запрещает ее отдельно? По-прежнему запрещает, но значительно расширил список и перечень оснований, когда эта табличка применяется. Если уж негде вам прилепить, ну на любой знак прилепить эту табличку и пусть висит. Некоторые исключения остались, но тем не менее, вот добавлены какие знаки? Всего их, я не знаю, ну более 30, в принципе, да, ездить, развернуться. Проезд без остановки запрещен, теперь с этим знаком можно применять, ну, к железнодорожным переездам скорее применительно. Дальше автомагистраль 5.1, на автомагистрале теперь можно с этим знаком с фотофиксацией. То есть, вам скоро сейчас разрешат 130, но все равно будут сфотографировать. Ну, я хочу уточнить, то есть, не просто табличка должна с этим знаком висеть, но и, значит, соответственно, на этом участке дороги должна вестись фиксация нарушений именно предписывающих вот этим знаком. Конечно, да, вот весь смысл, что сама табличка маленькая, ее не видно. Вот у нас на лепет, летом ее не видно. Ну, тут еще возможности камер, да, надо соотносить. У нас же в основном только скорость проезд на красный свет и стоп-линия. Ну, сейчас еще пешеходные переходы, да. так вот, прям свежак к нашей теме актуальной выделенной полоса общественного транспорта. То есть, до введения этого ГОСТа такую табличку фиксация нельзя было там использовать. Ну, как это сказать, ГОСТандарт не успевает за нововведение жизни. Ввели, теперь закон будет. подождите, Никакач, если нельзя использовать табличку до этого, то получается, что все штрафы за выделенную полосу, которые, например, были в Москве, лично я получал за выделенную полосу, приехав в Москву из провинции и сразу заехав. Получается, они незаконны, мне же не предупредили. Можно попробовать было обжаловать, конечно, да. Вот только с апреля такая логическая связь появилась. Пешеходный переход тоже не было такого у нас. Мы фотофиксацию не могли применять, хотя она была и применялась. Но это вот называется работа над ошибками. Вот теперь все, раз, все устранили. Видно, жалобы-то поступали, конечно, по этим поводам, с учетом их. Ну, надо сказать, что и требования предупреждать о том, что ведется фотофиксация. Ну, жестко поставлено, да. Она вступила позже, чем предыдущая. Согласен. И там до сих пор противоречия есть в правилах дорожного движения. Ну, вот сейчас, наверное, устранят в связи с этим выходом нового ГОСТа. И вот еще, опять же, в их пользу, кроме знаков и светофоров, о чем мы остановились, ну, светофор тут понят. Вот теперь государственный стандарт разрешает применять эту фототабличку и самостоятельно, вообще без знаков, единственный случай, когда эта камера фиксирует нарушение требования разметки. Так, это что? То бишь, сплошная линия разметки, выезд навстречу, у нас же сейчас появились камеры, которые, видите, нарушения фиксируют. Камера по полосам там, да? Да. И вот теперь, в данном конкретном случае, для выявления нарушений разметки, допускается применять эту фототабличку, самозначок с фотофиксацией, самостоятельно, единственное, что ограничили зону за пределами населенных пунктов не менее 300 метров, а в населенных не менее 100 метров, до камер фотофиксации. Да, стоп-линии, наверное, тоже сюда входят? Нет, это конкретно касается, стоп-линии у нас проходит под другом, вот там 2,5, знак, проезд без знаков запрещено, светофоры, это там все. А это здесь конкретно, разметка 1,1,1,3 и 1,11. 1,11 это, когда с одной сплошная, а с другой прерывистая, вот такая разметка. Вот там разрешено без знаков, наконец-то. Так, ну и теперь, со знаками закончили, теперь есть изменения в других технических средствах, правилах применения. касается светофоров. Одно есть послабление, изменение вернее, но оно по сути послабление, мне лично не нравится, но, что не нравится, тут остается только констатировать. В прежней редакции ГОСТа запрещалось выпускать транспорт на регулированных перекрестках с правым, левым поворотом, когда одновременно пешеходам горел зеленый сигнал светофора. Ну, на сленге это называется на просачивание. То есть, если зеленый пешеходам загорелся, то организаторы движения должны настроить работу светофоров таким образом, чтобы никто в этот момент не поворачивал, ни оттуда, ни отсюда. То есть, вот, безопасность пешеходов обеспечилась таким образом. Да, я знаю, что в Воронеже это нарушалось. Есть перекрестки, там, вот даже, до Кокирова, допустим, где и вообще еще раньше исторический экспорс, то выходили ситуации следующим образом, но это ГОСТ раньше так разрешал. Если транспорт шел на просачивание, то есть, одновременно с пешеходами автомобили делали поворот, то пешеходам зеленый мигал все время. Может быть, помните такое, но это, наверное, вряд ли. Это было давно. Вот. И пешеходам таким образом мы как бы предупреждали, что будь внимательнее, не чистая твоя фаза. А вот если пешеходам горел зеленый не моргая, то, естественно, уже стрелочки были потушены, зеленый не горел. Вот таким образом на задряжении работали. Вот сейчас внесли изменения и разрешили теперь на зеленый пешеходам пускать еще и транспорт. Единственная оговорочка, дабы как-то остаться в правовом поле и обозначить все-таки безопасно, оставить безопасно слово движения, придумали сейчас так называемые информационно-световые секции, которые под светоформой, ну, как еще дополнительно, грубо говоря, еще одна секция, и там будет информация водителей предупреждать, о том, что все-таки ты поворачиваешь на пешеходов. И водитель, естественно, обязан их пропускать, но лишний раз ему как бы об этом напоминает. То есть раньше просто... То есть эти секции обязательны теперь в таких случаях? Да, да, да. И вот раньше либо организаторы движения брали на себя обязанность просто не пускать в этот момент транспорт. Зеленому загорается, пешеходам загорается, там 20 секунд, 30 секунд зеленый, все. Здесь стрелочка правопроводная не горит. Вот теперь посчитали, что ладно, можно. Ну, понятно, нам есть оговорки. Ну, в Москве, в Питере появятся, конечно. Я сомневаюсь, что у нас. Я к чему-то опять же подвожу, что к этому надо быть готовым и пешеходам в том числе. Потому что переходя дорогу на самый-самый яркий, непоколебимый зеленый, крутить головой надо на 360 градусов в наших дорожных условиях. Я вот так всех предупреждаю, и внуков своих учу постоянно, экзамены с ними провожу. Ну, жизнь такая, что сейчас никакие требования ГОСТа твою личную безопасность обеспечить не могут. Тем более, когда вот такие делаются послабленницы. Ну, что хотел бы в конце сказать-то. К чему я все дело рассказывал. Начиная с фразы о том, что ГОСТа пишутся не для нас. Да, они пишутся в первую очередь для тех, от кого зависит их применение, а в конечном итоге безопасность движения на наших дорогах. но, к сожалению, очень часто бывает, когда ты не сном, не духом, а тебе там то письмо счастья прилетает, то просто вот тебя гаечник там останавливает, протокол составляет. Когда, собственно, сам водитель-то не виноват. Его просто организации движения вынуждают нарушать. У нас полно таких мест. Я сейчас даже в конце остановлюсь. Поэтому рекомендация практическая. Если вы считаете, что вы и не имели умысла нарушать просто сама дорога, знаки светофора разметка заставили вас это сделать, то рекомендую в ходе рассмотрения заявлять в суд, в суде ходатайства об истребовании у владельца дороги, ну, примедлено к Воронежу это профильное управление мэрии, проект Аминзатор здорового движения. На любой установленный сейчас дорожный знак, на любой метр дорожной разметки по закону готовится проект организации движения, который согласовывается, утверждается, это закон. И на дороге должна быть такая же картинка, как и здесь. И поэтому очень часто, когда вы реально видите и суд увидит, как должно было быть, и вы представите свою картинку с видеорегистратора или с фотографии, то вероятность того, что судом вы будете услышаны и обвинения с вас будут сняты, в большей мере увеличивается. А если этот проект, который они предоставят, соответствует этой картинке, и то и другое идет с нарушениями ГОСТа? Ну, опять же, та же история. Если вы в суде докажете, что не соответствует требованию ГОСТа, то в любом случае уже часть вины с вас снимается. Тут варианты могут быть, конечно, очень разные, и убеждать судей тяжело, я знаю, вот их позиция какая, ГОСТ не для вас, я это тысячу раз слышал в судах. Ну, как не для нас-то, когда вот ты едешь, а дорога, здесь можно ехать, а дальше начинается дорога с односторонним движением, и тебе висит знак кирпич, и ты не должен туда ехать. Но он зарос настолько в деревьях, что я даже туда подхожу, знаешь, вот так вот, раздвигаю кусты, чтобы сфотографировать, что он там вообще есть, и то не получается. А я с дороги должен его увидеть и догадаться, что там нельзя ехать. И на это находят частенько ответы, так вы же там живете, вы же там знаете, что там это кирпич, что же вы поехали? Да ничего я знать и помнить не должен, я должен руководствовать теми знаками, которые мне видны, как было правильно справедливо отмечено с расстояния не менее 100 метров. А как быть, и вот когда ты вот это все показываешь в суде, то, ну, раньше практически, я говорю, если взять 10 лет назад, то всегда дела прекращались. Все-таки суды понимали зону ответственности водителя и организатора движения. Сейчас сложнее, сейчас уже... вы все должны знать, предугадывать и так далее, но лапки вверх складывать не надо, за свои права надо бороться, поэтому нормативная база нам дана для этого. Ну, а то, что он подтверждение, не оставая, не будет уголословным, из того, даже вот, что мы недавно с вами обсуждали, и в подтверждении сейчас вот этих, моих слов, отстужится кольцо, вот с четырех въездов на него круговое движение, перекрестит с круговым движением, а с одного подъезда он не с круговым движением. Но такого не должно быть, вот государственный стандарт такого не допускает. Это самодеятельность, самостиенность, которая может привести к нехорошим последствиям. А допускает стандарт, когда ты едешь и тебе горит стрелка зеленая налево, а знак движения по полосам предписывать с этой полосы ехать еще и прямо. Вот это допускается? Да нет, конечно. Что у нас сплошь и рядом? Да я знаю, об этом тоже сколько раз говорили. Ну, понимаете, это только, когда видишь такие вещи, нас лбами сталкивает, просто мы сейчас говорим с вами о таких высоких материях, о ГОСТах, о новых знаках, о том, как они должны, в каком сочетании они должны применяться. Ну, когда ты видишь на дороге такую выпьющую, такой выпьющий бардак, когда и знаки, и разметка противоречит не только ГОСТам, но и здравому смыслу, то просто... Понимаете, это понимаешь, вот и надо, это все сказки. Обращать внимание, а реальность она намного более суровая. Вот, как конкретно еще, тоже вот, где удаюсь, знак движения только направо, знаете, круглые, 4-1-2. во многих местах у нас на перекрестках, на Ильича, на перечении выезд солнечный на продвестор труда, разметкой выделена возможность с двух полос совершать правый поворот. Ну, ради того, ну, а знак вести движение только направо, на кругленький. А он разрешает движение по правилам дорожного движения, которые, естественно, соответствовать должны государству стандарту, можно эту лестницу прочертили, построили, только с правой полосы. То, что здесь вот наш законодатель, глава, заставляет нас нарушать правила дорожного движения. Ну, если за разметку противоречит знак, надо поставить на руководство с требованием знака, то есть, а вот знак запрещается с левой полосы по правой, очередное противоречие. Поворачивать только с правой. А вот сколько у нас пешеходных переходов не оборудованно пешеходными светофорами, а сколько у нас пешеходных переходов нерегулируемых в непосредственной близости от регулируемых перекрестках, где вот, ну, 20 метров буквально. И чем мне руководствоваться? с точки зрения буквы закона только знаками, только. Нерегулируемый переход. Но они-то думают, что мы должны догадываться, что это же регулируемый переход. Поэтому должен посмотреть на транспортные светофоры, когда там загорит зеленый, тут переходить. А отсюда потом конфликты какого порядка? Ну, там все стоят, пешеход начинает переходить. Тут вообще класс, да? Мало того, что я должен по правилам террорного движения убедиться, что меня пропускают. А здесь что убеждаться? Он и так там на красной стоит. А я пошел. Не успел я ступить на проживую часть, там загорается зеленый. Водитель только что минуту отстоял, пропуская всех. Идите, куда хотите, кто хотите. Ну, как бы по закону подлости всегда так получается, что то пешеход ступил, и тому зеленый. Во-первых, он начинает ругаться. Ну, что, я только сейчас стоял, и я опять должен уступать дорогу. Это раз. А второй момент, вторая, третья машина, которые, естественно, уже тоже стояли, они перекрывают пересекаемую проезжую часть. Ну, ребята, заведите в этот один объект. Таких перекрестков у нас десятки. Дальше, это вакханалия с демонтажом пешеходных переходов, когда по километру проезжей части безедийный пешеходный переход. Это нарушение требований стандарта. Прямое нарушение. Так вот, кто должен контролировать? ГАИ должна контролировать, Госстандарт должен контролировать. Но тишь да была. Была же божья благодать. И оттуда, и отсюда получается вот то, что я сейчас вот все перечислил, и вы добавили. Ну, это 50% аварийности. Так, я понимаю, что в один день это нельзя сделать, но вы хоть обознать, что вы работаете в этом направлении. Нет, только вот пьяные рейды и чего? И 16 пешеходных переходов. Вот мне в этом плане завершая, завершая, не понимаю, что уже утомило ваше внимание, на днях. Депутаты Госдумы приняли законопроект об ответственности чиновников за оскорбление граждан. Там штраф до 150 тысяч по кодексу. Вот то, что у нас творится на дорогу, я считаю, это оскорблением автомобилистов. Попробуй докажи. Дальше многоточие и не цензурный удачи, на дорогах, до свидания. Всего доброго, друзья, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok